МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению английского писателя и журналиста Кристофера Букера, вся литература зиждется на семи базовых сюжетах. Причем все они о борьбе со злом, обстоятельствами с внешним или внутренним врагом. О том, какие сюжеты пользуются спросом в предновогодние дни, об издательских новинках и значимых событиях в мире книг, расскажет программа про чтение. И я, Мария Бравикова. Смотрите в этом выпуске. Читать модно самые популярные книги декабря. Книга-лучший подарок, праздничные издания. И краткое прочтение, лучшие события месяца. Начнем с нашего традиционного книжного топ-5. Интерес ко второму роману трилогии голодных игр Сьюзен Коллинз в немалой степени подогревается недавней кинопремьерой одноименного голливудского сиквела со скороносной Дженнифер Лоуренс в главной роли. И вспыхнет пламя. Это история нового юбилейного турнира в Панеме, на которой Киднис и Питу предстоит снова бороться за жизнь, преодолевая сомнения, страх, ненависть Капитолия и, разумеется, голод. Далее 50 оттенков серого Эрики Леонард Джеймс. Литературный фастфуд у одних вызывающий аппетит, у других интеллектуальное несварение. Автор бестселлера в борьбе за потребителя осваивает не только книжные, но и галантерейные прилавки. Образцы мужских галстуков и дамского белья из коллекции 50 оттенков серого возможно более привлекательны, как вариант подарков к Новому году, нежели роман, которому они обязаны своим появлением. Профессор Лэндон Дэна Брауна, как собирательный образ, воплотивший черты архетипических героев Древней Греции, Одиссея, Ясона и Ахилла, странствуют по миру в поисках пути спасения человечества. Вопреки опасностям, не зная голода и сна, он борется со злодеем мифологического масштаба. Инферный источник культурных аллюзий на третьем месте читательского рейтинга. На вершине хит-парада два параллельных тома от Бориса Акунина. Большим успехом пользуется сборник из трех повестей, задуманных автором как художественное сопровождение к основному историческому исследованию. Первая книга саги «Огненный перст» указует на особенности жизни в Древней Руси и Византии с середины IX до начала XIII века. Суровые нравы, борьба за выживание и, конечно, любовь. И, наконец, главный новогодний бестселлер, первый том истории российского государства, долгосрочного авторского проекта Бориса Акунина. Часть Европы от истоков до монгольского нашествия – занимательное и неидеологизированное чтение, знакомящее с противоречивой природой государства, с причинами и обстоятельствами его побед и поражений. Утолить духовный и информационный голод, выучить историю Отечества не по учебникам, а по Акунину. В конце декабря собираются 24,5 тысячи читателей. А теперь о главной теме сегодняшней программы. Согласно опросам, каждый третий житель Германии считает книгу лучшим новогодним подарком для близких и коллег. Финские мужчины тоже получают на праздники книгу и носки вдобавок. О российском подходе к интеллектуальным презентам расскажем в сюжете. Старая шутка о подарке, который бывает хорошим, плохим и книгой, объясняет отсутствие интереса россиян к обычному ассортименту книжных магазинов в преддверии праздников. Другое дело – специальные подарочные издания. Как правило, эта книга большая, цветная, на хорошей бумаге, с качественной, красивой полиграфией. И книжка, которая содержит наиболее, либо наиболее полную информацию по теме, которой увлекается человек, либо какой-то необычный ракурс в подаче той под темы, по которой человек хотел бы получить информацию. Прикладные подарочные книги подбираются в зависимости от увлечений и интересов тех, кому они предназначаются, и дают возможность проявить чуткость и заботу без излишней интимности. Цена на такие издания изрядная, зато выглядят они очень эффектно. Использование фольги разных видов, в том числе голографические, использование лакирования частичного или полного, использование всяких структурированных пленок для того, чтобы тактильность книжка ощущалась, ну и так далее, как в данном случае. Вот это на самом деле настоящий бархат. Вот его пальчиком трогаешь, и он выпуклый, да, это тактильное ощущение. Понятно, что такие полиграфические изыски делают книгу, безусловно, подарочной, нарядной. Дороговизна подарочных изданий объясняется, во-первых, затратами на полиграфию, мелованную бумагу, нестандартный формат, работу художников-иллюстраторов и, что немаловажно, профессиональных переводчиков. Стоимость лицензии на перевод составляет от полутора до десяти тысяч условных единиц, а средняя розничная цена книги от тысячи до тысячи пятисот рублей. Есть еще издания Коэдишн, выпускаемые на Западе одновременно на нескольких языках. Такие книги в основном путеводители каталоги в магазинах продаются за две с половиной пять тысяч рублей. Порой ты держишь в руках книгу и понимаешь, что если ты не выпустишь, не сможешь продать ее хотя бы два тиража, то ты вряд ли окупишь затраты на такую книжку. То есть тебе, продав один тираж, ты выйдешь в лучшем случае на нулевую рентабельность. По статистике, в преддверии зимних праздников количество посетителей книжных магазинов увеличивается ровно в два раза. Возрастают и онлайн-продажи, новогодний спрос на планшеты и букридеры в шесть раз выше среднего. У нас есть удивительные выкладки книг. Вот сейчас мы с вами находимся в детском зале. И здесь невероятное количество детских книг, которые можно приобрести в качестве подарка. Ну, например, новогодние книги русских сказок. Кроме книжного ассортимента у нас представлен другой. Есть уникальные вот такие герои этой игрушки. Например, игрушка Моцарта. Нашего всеми любимого. Он австрийский композитор, но мы его тоже считаем любимым, да? Композитор Моцарт. И у нас есть замечательный альбом о нем. Вот такой подарок, например, альбом и игрушку можно приобрести тоже в качестве новогоднего сувенира. Библиофилам и эрудитам книжные магазины предлагают не только альбомы и игрушки, но даже парфюм. Если же вы ищете по-настоящему роскошный подарок, обратите внимание на собрание сочинений и коллекционные библиотеки. Я понимаю, что многие из тех, кто ее покупают, покупают ее, наверное, как некую интерьерную единицу, потому что они очень красивые и они в библиотеках, конечно, очень хорошо смотрятся. Я думаю, что многие покупают, то есть я, собственно, знаю, многие покупают коллекционеры, потому что есть люди до сих пор, которые книги коллекционируют. Я понимаю, что когда-нибудь они наверняка будут стоить бешеных денег. Зарубежная полиграфия, ручная работа, использование кожи или дизайнерских тканей для переплета. Эти книги – произведения искусства и стоят минимум десятки тысяч рублей. Наконец, главное диковинное – эксклюзивные издания, украшенные драгоценными камнями и металлами. Они выпускаются ограниченным тиражом и часто попадают на аукционы. Обращаться с такой книгой следует особенно бережно, даже листать лучше в перчатках. Макет был сделан, естественно, здесь, художником нашим. Дальше мы это отправляли файлы в Японию. И там нам делали вот эту печать на этих золотых пластинах. Потом эти золотые пластины отправлялись в Италию, в типографию. И там был сделан переплет тоже уникальный, с черной жемчужиной, которая там вставлялась со специальным тиснением. Очень красиво в специальной такой коробке, как драгоценность. У нас открывается эта книжка. Какую бы книгу вы не выбрали в подарок и сколько бы не решили за нее заплатить, главное, чтобы она доставила удовольствие и принесла пользу тому, кому предназначается. Если книга прикладная, то она для чего-то. То есть ты по ней можешь чему-то научиться, что-то применить. Вот, я не знаю, там, сготовить еду, там, любимое блюдо, смастерить дом, связать, там, я не знаю, жилет, развести самый лучший сад в мире и так далее. То есть книга тебе является твоим учителем, да, твоим мастер-классом. Человек может с ней сродниться на какое-то количество времени. Понимаете, и она становится частью этого человека, частью человека. Вот это угадать самое главное издателю. Где прошел главный бал для дебютантов? Как оправдать супружескую неверность? И чем измеряется значимость искусства? Смотрите в кратком прочтении. В Москве состоялась церемония награждения 14-й независимой литературной премии «Дебют». Жюри, именитые прозаики и поэты назвали имена самых перспективных молодых литераторов этого года. Сейчас возрастной порог участников повышен, поэтому здесь участвуют уже зрелые литераторы. Но я думаю, что основное предназначение премии – открывать новые имена. В книжном магазине «Москва» на Тверской Андрей Максимов презентовал свой новый роман о любви. Исповедь усталого грешника – объяснение, почему и зачем изменяет жене, отца сыну, а заодно всем заинтересованным читателям. Самые хорошие отклики, которые у меня был, это жена моего друга, который тоже сложно относится к женщинам, хотя он женат. Она сказала, ты знаешь, я прочитал твой роман, теперь я буду по-другому от соседского похождения. Издательский дом «Книжное обозрение» подвел итоги реализации государственной программы «Культура России» в области выпуска социально значимой литературы, о сохранности исторического наследия и поддержке молодых дарований. Федеральная методовая программа создана для того, чтобы поддерживать и финансировать выпуск социально значимой литературы. То есть тех книжек, которые, может быть, не так хорошо продаются и не так хорошо востребованы покупателями, но имеют вполне определенную ценность культурную. В нашей постоянной рубрике «Книги моей жизни» о своем читательском опыте и литературных предпочтениях рассказывают известные деятели отечественной культуры. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о новогодних текстах и книжных подарках. Мы входим в эпоху, когда единственное предназначение книги бумажной – это подарок. Потому что все эти люди, которые приобретают книги для себя, скоро будут приобретать их исключительно в электронном виде, а в нашей стране – воровать. Поэтому, если кто-то книгу для чего-то и покупает, это для того, чтобы подарить. Это, с одной стороны, вариант бюджетный, а с другой – идеологически выдержанный. Потому что даришь ты не нарезанную бумагу с картоном, а целый мир в упаковке. Можно подарить книгу известную, скажем, хорошую, в очень хорошем издании, например. Мне, скажем, на день рождения Костя Крюков в свое время подарил «Мастер Маргарита», очень хорошо изданную. Вот я очень признателен был за этот подарок. Это было действительно здорово и приятно получить. В советское время, допустим, книга – это был вообще лучший подарок. Если сегодня я дарю, то скорее это какая-то… скорее это что-то такое. Даже не вполне книга, а что-то такое, что можно и посмотреть. Где иллюстрации. Первые недели января окажутся небогаты на литературные события. Вновь приобщаться к культуре начнем уже после новогодних каникул. А вот книжные новинки на прилавках появятся. По словам Антона Городецкого, благо общее и благо конкретное редко встречаются вместе. Именно такая встреча запланирована под Старый Новый Год. Ко всеобщей читательской и писательской радости готовится издание сборника «Новогодний дозор». Сергей Лукьяненко и участники проекта «Пограничья», известные фантасты и начинающие авторы, представили свои произведения в коллективной книге. В русском переводе выходит молодой Сталин Саймона Монтефиори, английского журналиста и историка, автора документальной прозы о России и СССР. Это приквел книги «Сталин. Двор красного монарха», успех которой поощрил автора к исследованию раннего периода жизни отца народов. О служении религии, юношеском авантюризме, семейных ценностях, иначе говоря о том времени, когда был Сталин маленький с кудрявой головой, сможем узнать в наступающем январе. И снова приквел «Родина Кэрри», роман Эндрю Каплана о событиях предшествующих встречи героев культового американского сериала «Родина» Кэрри Мэттисон и Николаса Броуди. Прекрасная возможность для зрителей стать читателями, а для читателей познакомиться с перспективным жанром в литературе и игровом кино. С вами было прочтение программы о книгах и литературных событиях. До встречи в новом году!